Привет всем, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Ермс. Сегодня поговорим об очень интересном случае, который недавно произошел тут. Ко мне обратился подписчик с просьбой помочь ему починить компьютер. И в принципе тут, наверное, ничего было бы особого, если бы не одно но. В общем, подписчик этот до этого, скажем так, ко мне обращался с помощью собрать ему компьютер. Но из-за того, что у меня уже было шесть проектов на тот момент, то есть и благотворительной сборки, и рубрики по бесплатной сборке. Вообще много чем я занимался, видео готовил про материнский плат, который до сих пор не доделал. Скажем так, я ему отказал, потому что в тот момент я не мог взяться еще за один проект, потому что он просто очень сильно был нагружен. Сами понимаете, я не резиновый и у меня как бы ресурсы и время ограничены. Но тут, как он обратился ко мне снова, расписал всю свою ситуацию, я все же уже решил ему помочь, потому что он влип, скажем так, в очень такую неприятную ситуацию. Он обратился в разные группы, которые помогают там с компьютерной помощью, и в одной группе одного очень крупного блогера, я не буду называть какого именно, потому что, по сути, блогер-то ни при чем, и у него группа с открытой стенкой, так же, как у меня, вы понимаете, в чем дело. Вы пишете туда какое-то сообщение, и вам сразу начинают советовать, в любой группе так, в принципе. Купи это, купи это, нет, ты дурак, ты не дурак, это говно, это не говно и так далее. То есть, у каждого человека свое мнение, и каждый гораст вам посоветует то, что считает он, что это лучше. Вот, но это не всегда так, вы должны понимать, то есть, вы обращаетесь, вам начинаете что-то советовать, и очень легко влипнуть вот в такую ситуацию, как влип мой подписчик. В общем, ему там предложили в этой группе услуги за деньги, типа, давай мы тебе соберем компьютер, там недорого, туда-сюда. Вот, и он, в принципе, согласился, потому что устроила цена. И знаете, как ему собрали компьютер, не в сказке сказать, не пером описать. Ребята, и сегодня видео у нас будет про это. Я такого, ребят, сразу говорю, заранее никогда не видел. Я был просто в шоке, когда увидел этот компьютер. Одним словом, просто жесть. А перед началом просмотра будет небольшая рекламная пауза. Спонсор сегодняшнего видео – магазин электронных ключей gugmail.com. В данном магазине вы можете купить разнообразные ключи от компьютерных игр, программ. Тут продаются UEM-ключи от Microsoft Windows. Важно, ребята, если вы покупаете UEM-ключи, то, в принципе, их можно использовать дома. Но, к примеру, в офисах где-то на работе я бы уже их не использовал. Почему? Потому что UEM-ключи – это не лицензия. Это ключи разработчика, которые продаются Microsoft для каких-то предприятий. И потом уже с ноутбуками, с техникой какой-то они вам уже продаются. То есть, перед тем, как использовать эти ключи где-то в офисе, сто раз подумайте. Так вообще делать не рекомендуется. Ребят, доход с этой рекламой пойдет на развитие канала и на разнообразные благотворительные сборки. Кто не в курсе, я на своем канале помогаю своим подписчикам. У меня есть благотворительные рубрики. У меня есть такая рубрика, как рубрика «ПК в дар». У меня есть такая рубрика, как «Бесплатная сборка». Ну и, в общем, вот этот доход с этой рекламой будет тем или иным способом использоваться для развития нашего канала. Поэтому еще раз говорю большое спасибо, что вы лояльно относитесь к такой рекламе. Ну и мы приступаем к ролику. Ну, начнем с того, что когда он мне принес этот компьютер, мягко говоря, сначала я не понял, что с ним. Потому что я стал его тестировать. У него стали сыпаться синие ошибки. И, в принципе, ничего особого. Я подумал, что проблема с оперативной памятью. Потому что на Ryzen это такая прям колоссальная проблема. На первом и втором поколении настроить оперативную память. Кстати, на третьем поколении, на Zen 2. Это не совсем третье поколение. Я его уже так и обзываю. На Zen 2 таких проблем я не встречал. XMP профили нормально сейчас работают. И вообще все так отладили классно. То есть с оперативной памятью муки отошли в прошлое наконец-то. И все стало более-менее легко настраиваться. Так же, как на Intel. Смысл в том, что у него у этого подписчика сыпались ошибки. Ничего не работало. Ни одна игра не запускалась толком корректно. А если запускалась, то практически сразу вылетала. То есть ни играть, ни работать на компьютере нельзя было. В общем, как вы поняли, я подумал, что это оперативная память. Стала ковыряться с ней. Увидел, что там тайминги неправильно настроены были. Ну, как неправильно. Скажем так. В принципе, ничего там и не было настроено. То есть там дефолтная частота стояла. 2.133. Тут и сюда. В общем, я это все дело стал настраивать. Подумал, может в этом дело. В общем, настроил оперативную память. Подобрал тайминги. Изменений никаких у нас толком практически не было. В общем, чуть получше стало. То есть система лучше заработала. Но ошибки все равно остались. Я уже психанул, вынул оперативную память. И стал вставлять свою оперативную память. Немножко заперед забегу. Скажу, что дело не в оперативной памяти. То есть и моя оперативная память также на этом компьютере заработала другая. В общем, и так далее. То есть, что туда не вставляя, результат один и тот же. Ну, в общем, когда я вставлял оперативную память. Дело в том, что я очень удивился. Я смотрю, а материнская плата начала прогибаться. И дело в том, что я сразу это как бы не заметил. А потом, когда приглядел, смотрю. А там материнская плата держится буквально на пару болтов. С этой стороны вообще не прикручена. Ну, в общем, как вам объяснить. Как качели. Вот так качается, туды-сюды. То есть, эту часть вообще можно было вот так загибать. И я подумал, что возможно, все же, вот этот человек, который собирал ему компьютер при установке, возможно, повредил материнскую плату. Так как, ну, есть такая вероятность, что когда вставляешь оперативную память, вот так можно погнуть материнку. Там в текстоле что-нибудь треснет, поломается. Из-за этого тоже могли бы произойти какие-нибудь вот такие казусы, скажем так. Это как вариант. Ну, в общем, ребята, это одно, что было не в порядке с этим компьютером. Но это не все. Также там были в этом компьютере проблемы с драйверами. В общем, все было некорректно установлено. Все это я дело переустанавливал, налаживал. И в конечном итоге, после всех моих манипуляций с этим компьютером, он более-менее стал нормально работать. То есть, стал лучше работать. Но все равно ошибки продолжились. Просто они стали реже выпадать. Я уже отчаялся. Я просто думаю, что же такое, что же еще там может быть не в порядке, ребята. И я нашел, в чем не в порядке. Там М2 стоял накопитель. И знаете, в чем проблема? Обычный твердотельный накопитель, как вам объяснить? Он должен быть прикручен на такой ножке. То есть, грубо говоря, вот стоит ножка там такая, какая вкручивается-выкручивается. И сверху все это дело винтиком прикручивается. То есть, вот сюда, грубо говоря, вставляется М2. Тут ножка. И сверху это винтиком все прикручивается. Как же у него все было? В общем, вот это все дело вот так наперекосяк стояло. То есть, не ровно, а вот так слегка. И было вот так не ровно. Вот я даже не знаю, как вам это показать. Просто на угол так криво закручена вот эта штука, какая снизу должна стоять. И она была закручена сверху твердотельным накопителем. И его прижимало к материнской плате. А сам М2 был вот так изогнут. Ну, не могу сказать прямо, что сильно, но изогнут. В общем, грубо говоря, как полумесяц на мечети вот так. Луной. Вот. И одним словом, ну, мягко говоря, был, скорее всего, поврежден. Потому что я думаю, что изначально форма-то у него должна была быть попрямее. А не вот такая. Вот. И когда я стал расспрашивать подписчика, что это такое. Он сказал, что тоже с человеком, который компьютер собирал на него, за это ругался. Потому что он тоже это заметил. И он мне даже сказал, что этот М2, когда он закручивал этот мастером, он закрутился прямо с треском. Вы можете представить, что такое закрутить М2 с треском. Я лично такое представить не могу. Для меня, если честно, это просто дикость. Ну, сами понимаете, это жесть. Как можно вот так полукругом что-то закрутить, еще поломать. Вот. Ладно. В общем, что я вам хочу сказать. Что я мог исправить в этом компьютере, я исправил. Что не смог я исправить, я не смог, ребята. Потому что полностью тут можно все исправить, только заменив вот эту хренотень. Также я еще, знаете, на что дело грешило, ребята. Я грешил на процессор. В общем, потому что там процессор немножко необычный. 1600, но не 6 ядерные, а 8 ядерные. Я такой подумал, может это из-за того, что у тебя ядра, которые изначально должны быть заблокированы, а не из-за того, что разблокированы, может быть из-за этого ошибки. Потому что обычно вот эти ядра, их от браковки ставят. Ну, какие потом выключают. Вот. А в этом случае они были включены. В общем, не суть. Процессор мы там погоняли, я там его помучал и пришел к выводу такому. Ну, это я, скажем так, особо глубоких тестов, конечно, не производил. Но вот по маленьким тестам, которые я произвел, знаете, я пришел к выводу, все же это не процессор. Все же дело что-то вот с этим M2, который был изогнут, поломан. Скорее всего, из-за него какие-то ошибки сыпятся. То есть происходит какая-то некорректная работа компьютера. В общем, еще раз повторяю, что я мог исправить в этом компьютере, я исправил. Что не мог, это меняется только вот с заменой вот этой неисправной детали и так далее. Давайте подведем итоги, ребята. Я не хочу вас сейчас компостировать и мучить. В общем, дело в том, что когда вы к кому-то обращаетесь, то информацию, пожалуйста, перепроверяйте. Если вам где-то кто-то порекомендовал в какой-то группе и сказал, что вот это лучше купить. Это не факт, что это так и надо взять и купить. Или вы думаете, что во всех группах сидят прям какие-то супер-бупер мастера, которые прям на 100% знают, что они вам рекомендуют. И вы думаете, что то, что они говорят, это канон. Нет, то, что они говорят, это не всегда канон и все надо перепроверять. То есть так можно попасть, скажем, на таких людей и собрать какое-нибудь, мягко говоря, говнецо одним словом. Ну, либо это дело у вас будет работать некорректно, либо вообще не заработает. Либо вы свои деньги выкинете на помойку и соберете, скажем так, сборку несбалансированную. То есть можно было это все дело как-то по-другому собрать, более рационально, сэкономить деньги, что-то лучше купить и так далее. А вы сделаете все через одно место. Поэтому, ребята, когда куда-то обращаетесь, перепроверяйте, думайте головой и не старайтесь на всем сэкономить. И когда вы к кому-то обращаетесь, сто раз думайте головой. Потому что кругом вот такие мастера сидят, веселые, которые вам могут вместо компьютера какую-нибудь хренобобину собрать, которая толком и работать не будет. В общем, я не знаю. В общем, все, что хотел сказать, вроде я сказал. В общем, если вам это видео понравилось, то можете поставить лайк. Можете подписаться на канал, нажать на колокольчик. Также, ребята, не забывайте, что я помогаю своим подписчикам. У меня есть благотворительный раздел. У меня есть такая рубрика, как ПК в дар и так далее. Если вам какая-то нужна помощь, можете обращаться в мою группу ВКонтакте. В общем, если хотите моему каналу помочь в развитии, можете сделать какой-нибудь репост в социальную сеть ВКонтакте, в Однокласснике, в Фейсбук. Когда вы делаете репосты, это очень-очень-очень сильно помогает продвигать мои ролики. За это вам отдельное спасибо. Ну и что там, ребята, до новых встреч, не пропадайте. В общем, всем спасибо, всем пока, удачи! Привет, дорогие подписчики Нирамса, меня зовут Макс. Обратился к Никите с просьбой помочь в компьютере, в настройке компьютера. Так как вылетала память, постоянно синие экраны, парень помог в сборке недавно, просил, накосячил, короче, одним словом. Установил жесткий SSD диск, криво. Я интересовался у него. Он сказал, что так, в принципе, и должно было быть. Закрутили его прям, прижал полностью к материнской плате. Ну и, как бы, Никит помог, настроил, установил драйвера, поправил SSD-шник. Большое спасибо ему. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хороший парень. Всем спасибо, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok